Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о монтажной пене. О монтажной пене и о клей пене. Сразу хочу сказать, что не стоит обращать внимание на то, что будет использована пена под пистолет, так как все сказанное и рассказанное применительно и к обычной пене с трубочкой. Это же и касается брендов. Я специально заклеил баллон малярной лентой, чтобы вы, во-первых, не подумали, что это реклама, да и все свойства у пен разных производителей плюс-минус похожи. Главное, читайте инструкцию перед применением и особое внимание уделите сроку годности, так как монтажная пена имеет ограниченный срок годности от 12 до 18 месяцев, в зависимости от производителя. Также учитывайте этот момент при покупке. Клей пена, кстати, имеет очень хорошие клеевые свойства, как видно из названия. Но и обычная монтажная пена тоже при необходимости может склеить. Но нужно учитывать, что монтажная пена сильнее расширяется. Обратите на это внимание при использовании. Для демонстрации прочности склею вот эти две деревяшки. Оставлю их на 20 минут и попробую разъединить. Как видим, довольно-таки прочно. Если оставить на ночь, то разъединить будет еще сложнее. Редко, но бывают такие ситуации, когда есть и клей пены, и монтажная пена, но с одним пистолетом. Оба баллона почти полные. Но вот сейчас очень нужна, например, именно монтажная пена. Как быть? Можно ли перекинуть пистолет? Как вы знаете, работать с пеной надо, перевернув баллон. Тогда воздух в баллоне поднимается ко дну и выдавливает пену. Так вот, используя эти знания, мы можем менять полные баллоны между собой, просто держа пистолет вверху. Выйдет капля пены и немного газа. Это ничего страшного. Главное не оставлять эту пену на резьбе, вокруг и внутри клапана. Для этого есть специальные очистители пены, растворители. Но я для себя открыл интересную находку, вот такую многоцелевую смазку. Купил давным-давно в светофоре за копейки, и она, оказывается, хорошо удаляет пену. Купил давным-давно в светофоре. Еще один совет. Например, случайно у нас загрязнилась чистая поверхность пеной. Не спешите ее сразу удалять, так как след от пены легче удалить, если она немного подсохнет. Для демонстрации покажу, как я пытался удалить совсем свежую пену и пену, которая полежала 10 минут. Как видим, результат очевиден. На тех местах, где пена подсохла, ее следов практически не осталось. А что делать, если вдруг нужно что-то запенить небольшое, а пистолет, как назло, сломался, забился или потерялся? Конечно, если предстоит большой объем работ, то надо чинить или покупать новый. Но если запенить надо всего пару щелей, то подойдет вот такой интересный способ, для которого понадобится обычная шариковая ручка и пробка от бутылки. Сейчас я все немного порежу и посверлю, и увидите, что получится. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А получился вот такой пистолет по-быстрому. Если нет нормального под рукой, а запенить надо, то вполне рабочий вариант После использования детали можно пролить растворителем или той же смазкой Друзья, вот такой сегодня ролик получился Если информация оказалась полезной для вас, то поставьте лайк И черканите пару слов в комментариях, что знали, а что нет Я лично до этого ролика не знал, что у пены есть срок годности А вы знали? Также, друзья, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео Всем спасибо за просмотр, пока-пока